Здравствуйте, друзья мои! С вами Вин Кондишн, я Александр Хобби Тиран, и теперь уже, наверное, постоянный наш сотрудник и ответственный за анпакинги Арсений. Здравствуй, Сеня! Здрасте! Если вы не заметили, то наше видео анпакинга целого дисплея доминарии с Арсением попало в еженедельный дайджест на сайте Wizards of the Coast, на официальную, на главную страницу. Я, честно говоря, такого не ожидал. А ты, Сеня, как узнал о том, что ты на Глагне? Когда я пришел в клуб, ко мне подбежали и сказали, что видео со мной попало на еженедельную подборку визов. Сказать то, что я был в шоке, это ничего не сказать. У тебя сразу стали брать автографы и кидать в тебя картами и бустерами? Нет, только сферами. Понятно. Ну, сферы хорошо. Сферы тоже неплохо. Ну, видишь, какой-то польза от этой пока еще дешевой, но все-таки славы есть. Ну, потому что Сеня молодец, как я уже говорил. Он во всех отношениях молодец. И в магию играет, и везет себя хорошо. Так что не нужно наши юные зрители бояться о том, что вы придете в клуб и вас там как-то захейтят. Большие бородатые волосатые дядьки будут вас как-то гнобить и говорить, что ой, сейчас ты с нами не играй, ты ничего не знаешь. Вот Сеня играет сколько? Меньше года. Сеня играет меньше года, при этом у него неплохой карт-пул, он неплохо играет, да и колода у него основная. Он заглядывается не только на стандарт, а на модерн, но он почему-то положил туда легосевые карточки. Но это мы с ним еще поговорим, чтобы он их оттуда убрал и собрал нормальную колоду в нормальный фарма. Так как Арсений у нас теперь официальный специалист по анпакингам, пригласили мы его, чтобы распадковать бандл доминарии, потому что мы его еще не распаковывали. Бандлов мало не бывает. Да, бандл очень хорошее приобретение, потому что в ней присутствует кроме 10 бустеров, что очень хорошо, кубик, разделители, набор земелек. И шикарная коробочка. Не перебивай взрослых. И шикарная коробочка, но он прав, которая позволяет на начальных этапах или целиком носить всю свою небольшую коллекцию, а потом носить только самые ценные карточки. Ну что ж, молодая шпана, которая сотрет нас с лица земли, приступай к анпакингу, давай, может там парочку бустеров Арсений нам даст мне в мои руки. Ты, наверное, уже вскрывал бандлы, не доминарии, а какие-то другие. Да нет, пока что не так делаешь. А, ты еще твой первый бандл? Да. Отлично. Отлично, ну давай. Вытаскивай. Как вы видите, он состоит из вот такой вот коробки двойной. Тяни, тяни, тяни. В которой, собственно, лежит все богатство. Кубик. Ну не кубик, это счетчик жизни и, соответственно, доминарии. Одна его часть и вторая часть, которая очень подходит для того, чтобы быть каким-то хранилищем ваших. Обязательная бумажечка для тех, кто забыл, как тапать земельки, положи в кармашек. Набор земель для новичков. Это очень хорошо. Вы просто сразу же закрываете свою потребность в базовых землях. А их здесь 80 штук. 80 штук, да. 10 бустеров. Это очень хорошо. Но единственный минус, оно на английском. Как сейчас с английским? Да вроде неплохо. Друзья, не бойтесь английских карт. Иногда в русском переводе карточек закрадываются небольшие ошибки и неточности, а также некоторые понятия, они лучше все-таки воспринимаются на английском. И нету неразберихи. Собственно, вот она коробка, которую можно использовать как цельное хранилище для своих карт или как два трея. Также небольшое еще хранилище, чтобы, допустим, отделить земельки. И смотри, что мы забыли. Если вы заядлый коллекционер, то здесь есть вот такая вот книжечка. Это так называемый Коллектор's Guide. Коллектор's Guide это красочное описание, собственно, истории небольшой доминарии. А также всех карт в этом сете. Да, но оно также на английском. Сейчас мы до этого дойдем. Описание механик. И вот мы дошли до самого Коллектор's Encyclopedia. Карт-энциклопедия, как здесь написано. Вы здесь, допустим, можете отмечать, какие карточки у вас уже есть. Или, допустим, какие из них вы хотите получить файловыми. Здесь есть удобные отверстия для скрошевателя. И можно, допустим, держать несколько таких. Ну, а также есть немножко здесь истории. Отличная книжечка. Откладывай. И 10 бустеров. Дерзай. Английский бы сюда легче вскрывался. Кстати, английский, он, по-моему, по-другому здесь лежит. В русских бы он лежал вот так вот, карточкой сверху. Код. То, что я люблю. Ну, ты вообще много поиграл уже доминарии, понавскрывал. Каков твой улов? Ну, кроме того дисплея. Расскажи нам. Файловый карн. Файловый карн. Все скрывают карнов, кроме меня. Смотри, как интересно. Здесь легендарка лежит после рарки. Такое уже было, допустим, в Луне Кошмаров и в Тенях над Денистрадом. А также лежали двухсторонние. Ну, давай, отложим рарочку. Отложим легендарочку, земелечку. Ну, давай теперь. Давай, открывай, а я буду их. Бустера по-другому пахнут, потому что они английские. Их делают на разных заводах. Даже есть такой мем, что Джадж, мой оппонент нюхает мою колоду. Ну, типа, ты можешь положить одну английскую карточку и смотреть за ней, где она лежит, по запаху. Ну, это, конечно, на уровне фантастики, но все равно. О! Хорошая земелька. Хороший Сэндж Гэнг Коммандор. И легендарный дядька. Хороший, кстати, дядька. Давай, я что-нибудь открою. Дядька очень хорошая, особенно на линии. Ну, кроме карнов, ты там хвалился, что вскрыл какое-то просто нелогичное и большое количество сфер. Да. Ну, и не только вскрыл, а также наменял. Да, Сеня при всем своем юном возрасте неплохой меняла и трейдер. Я постоянно вижу у него в альбомах очень дорогие карточки. И притом, ну, вы понимаете, что у Сени есть ресурс только, ну, хорошо, клятва Тефери, хорошо. А также женщина, на которую мы делали обзор, может стать неплохим командиром. Потому что ресурсы у Сени, скажем, только карманные деньги. Или у тебя, или ты там, может быть, подожди, или, может, ты там биткоинами торгуешь налево и направо, нет? Да нет. Просто сейчас для молодежи, это мы-то старые не знаем, что такое битховены. А они должны все знать. Да нет, что на молодежи ходят. Даже одного битховена у тебя нет? Нет. Все, все на магию ходят раньше, чем успеваю на него накопить. О! О! Первый плейсволкер, отлично. Давай. Вскрывай тоже здесь. Как-то Джей слишком много по соотношению с другими картами. Наверное, я помню с волкерами и мификами. Сферу мангел. Еще одна сфера. Этот парень неостановим. Он вскрывает и вскрывает нам сферы. И джин. Подожди, это тот джин? А, да, это джин, который играется за дешевле. Просто там есть еще другой джин за три синих. Вот он не очень мне нравится. Великолепный джин. За три синих тоже хороший? Да. Я что-то у меня ни разу не попадался на линь. О, кот. Кота отложу, это мой винтемп. Визерплайтнинг. Файлушечка первая. И это ГАЭС протектор. Ну, так себе. И та сука. На ней и на крысах собрали какую-то дикую колоду, где там 20 крыс и 4 таких как-то. Давай. Даже если вы юны и еще неопытные, то обязательно приходите в ближайший VPN-магазин. Там вам помогут набраться уму-разуму. Или... Кроме вы, я думаю, не бестолковые рассмотрите наше видео. Шикарный. Движи на тебя. Ангел. Так, ну посмотрим, смогу ли я переплюнуть сферку и плейсволкера. Ать. Больше и горы. И... Адельис. Ну, давай Карна мне, пожалуйста. Ну, скроме, пожалуйста, Карна. Карна не выйдет. А скиньте лучше. Хорошая шуточка. Нет. Я оценил. Что-таки это немножко не мой конек, но если надо, будет обращаться. Ну, не самый лучший мифик. Не самый лучший мифик. Мултани. Вот что вас ждет, если вы приобретете бандл доминарии. Это можно все будет отлично убрать в коротку. Давай это так и сделаем. Бандл это отличное приобретение, как для тех, кто играет совсем недавно, если у вас нет проблем с английским, так и для тех коллекционеров, кто уже давно в магии. Ну, у вас на полочке будет стоять тематичная коробка с артом доминарии. Здесь очень плотный картон. Ее можно даже в рюкзаке носить, и никаких проблем не возникнет. Что ты посоветуешь нашим юным и не очень зрителям? Играйте в магию и получайте удовольствие. Да, друзья, и делайте это не в падиках и кухнях, хотя в этом тоже есть свой. Плюс приходите в клубы, общайтесь с людьми, меняйтесь с ними, а не просто так держите свои карточки. А то толку от файлового карта, которую вы скрыли где-то дома, ну, им даже похвастаться не перед кинуком. Перед котом вы будете или перед мамой. Вот у него есть файловая карта, а у меня нету. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите еще больше анпакингов и каких-то эксклюзивных материалов. Пока-пока!